И церемония открытия, и встреча с депутатами по округу. Карманный парк на ЖБК появился совместными усилиями. Активисты ТОС и Силикатные узнали о конкурсе проектов и захотели принять участие. У нас сразу идея. Ага, березок много, давайте, девчонки, плавное такое имя, хорошее, русское, березничок. И оставим только березки. И вот ходили. И есть у нас женщина, которая работает проектировщиком, и она создала, вот мы сообща вместе, придумали вот этот проект. Еще прошлым летом тут были заросли. Регулярные субботники, рассказывают жители, не помогали избавиться от мусора. Не удавалось отвадить и любителей выпить. Захотелось все изменить. Здесь раньше, я давно здесь жила, здесь только был пустырь. Да, все было заброшено. Как бы был вообще лес. Мусор был один. Это очень стало хорошо. То есть здесь прям парковую зону сделали. То есть приятно посмотреть, походить. То есть не на дорогу надо ходить, где машины есть, а прям вот отдельная территория. Прям очень хорошо стало. На обустройство парка жители получили миллион четыреста тысяч. Этого хватило на уборку лишней растительности, асфальтовые и мощенные дорожки, лавки, урны. Хотели заложить в проект наземные светильники и качалки-пружинки возле скамеек. Но не расстраиваются, что не хватило денег. Дело будущего. Здесь теперь верят в свои силы. Это впервые в нашем округе. Это наш первый проект. Это наш первый шаг в этом направлении. Мы надеемся, что в нашем округе и в 23-м, и в 24-м году будут реализованы такие же проекты, но на других территориях. Но для этого нужна инициатива самих жителей. Тут, рассказывает Ольга Белолапова, откликнулись охотно и быстро подготовили проект для конкурса. И мы хотим, чтобы у нас был наш микрорайон, вот наш поселок этот маленький, был образцовым в городе Иванове. Может, мы до этого дойдем когда-нибудь. Здесь уже заметны перемены. За последние годы вечера перестали быть пугающими. Проведено уличное освещение, открылся магазин поблизости. И, что главное, с аптечным пунктом. Дождались строительства хоккейной коробки и зоны с тренажерами и турниками. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.